Сегодня у нас в гостях Светлана Глоба, заведующая дошкольным отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас у нас настала та стадия пандемии, когда болеют во многом дети, подростки, школьники. Что это значит и как вообще ситуация у нас в округе с этим обстоит? Ну, ситуация для педиатров Видновской клинической больницы, конечно, достаточно тяжелая, потому что больных много. На сегодняшний день у нас болеют 836 детей, закрыто порядка 170 классов в школах и около 35 групп детских садов. И заболевания продолжают расти, количество детей болеющих продолжает расти. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Дети болеют не тяжело, у детей превалируют признаки острой респираторной вирусной инфекции, но с высокой температурой 38-39 градусов, что тоже требует к себе внимания педиатра и забора мазков, обследования таких детей. Как раз некоторое время назад началась вакцинация школьников. Стоит отметить, что она проводится только в согласии родителей. Сколько уже человек привились у нас в округе и каковы их, может быть, побочные, есть какие-то эффекты у них? Мы очень ждали эту вакцину, потому что не хотим, чтобы наши дети болели. И вот она, наконец-то, появилась. И те люди, которые ждали, они прямо в первые дни вакцинации сразу пришли для того, чтобы провести вакцинацию своим детям. На видное нам дали 50 доз вакцины. В настоящий момент все они использованы. Осложнений у детей нет, как таковых. И производитель заявляет не об осложнениях, а о нежелательных явлениях. Таких, как общее – это повышение температуры, слабость, может быть, гриппоподобный синдром. И местных – боль в руке, без отека, без покраснения. Из тех 50 человек, что мы привили, у двоих детей температура была высокая, но она поднималась кратковременно, в течение одного дня, и после жаропонижающих средств опустилась до нормального уровня. У двоих или троих детей была боль в месте введения вакцины. Остальные дети перенесли очень хорошо вакцину. То есть бояться ничего не нужно? Бояться абсолютно не нужно. Это векторная вакцина. Производство ее известно с 1957 года. То есть это довольно старый вид производства вакцины. Это обычная вакцина. Страшного ничего нет. Называется она «Спутник М». Называется она «Гам-Ковид-Вак-М» или «Спутник М». Содержание антигена в 5 раз меньше, чем во взрослой вакцине. Вводится также двухкратно с интервалом 21 день в плечо. Насколько защищает вакцина от заболевания? И как болеет человек, если он все-таки заразился? Проводились вторые и третьи этапы клинических исследований на базе московских 12 детских поликлиник. И брали 3000 детей, подростков я имею в виду с 12 до 17 лет. И выявили, что у 9 подростков из 10 сформировался хороший Т-клеточный и гуморальный иммунитет. То есть 93% подростков защищены после вакцинации. Ни одна вакцина в мире не защищает от заболевания, но она защищает детей от смерти и от осложнений. Также и в этом случае, если вдруг ребенок заболевает вирусом ковида, то заболевание переносится достаточно легко. Сейчас у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям и пригласить их на вакцинацию. Я хочу сказать вам, что все равно здравый смысл должен возобладать в этом мире. Вакцинация – это достижение эволюции, которым мы должны пользоваться, уметь пользоваться. И не бояться прививать своих детей, обязательно это делать. Мы, каждый родитель, стараемся постелить своему ребенку соломку. Вот прививка – это та соломка, чтобы наш ребенок не упал, чтобы ему не было плохо. Один день боли в руке или невысокой температуры можно пережить, чем потом переживать своего ребенка, если он начнет болеть. И, не дай бог, попадет в стационар. Большое спасибо за эту информацию и за эту встречу. Напомню, что у нас в гостях была Светлана Глоба, заведующая дошкольным отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы.